Дорогая молодежь 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 Дебен Моисей Горосинай Люцифер Кто такие левиты Кто писал Туру Кабала Иуда Давиды Соломоны Януши Демиурги Иуда Иудаизм Проповедник от евреев Иисус Гностицизм Кто был Кто Бог евреев Яхве Из Старого Завета Основа христианства Откуда явились Мухаммеды Ислам И так далее Версии Версии Но это самая Древняя версия Поэтому Посмотрите И послушайте Приветствуем всех От лица нашей Неутомимой команды 12 октября 2024 года Направленный В прошлом эфире Призыв Компетентным органам Проверить наши доводы Привел к увеличению Просмотров нашего канала В два раза И новички В основном мужчины За прошедшую неделю Мы направили Из правового поля Советского Союза В посольство разных стран Оттих Загадочной гербовой печати Похожий на ревер Золотой монеты Сеятель 1922 года Поставили перед визовыми Службами разных стран Задачу Угадать наименование Юрисдикции Использующей данную Печать С 6 февраля 1992 года До 15 марта 1996 года Так как гражданам Этой юрисдикции Выдавались визы Посольствами разных стран Обращения получены В 10 странах Отказы в рассмотрении Не поступили Но ответов пока нет Ответы помогут Собрать достоверные Сведения В правовом поле Советского Союза Прошлый эфир Был посвящен Выводу из гипноза Слушателей Мы получили огромное Количество глубоких И искренних комментариев Дорогие мужчины И женщины Мы живем на своей земле Мы знаем наши права И не дадим их попрать Накопленный багаж знаний Уже работает Как самостоятельная методика Позволяет В любом наборе сведений Выявить скрытые смыслы Чтобы понять Почему от народов Населяющих территорию Советского Союза Ждут спасения Всего человечества Чтобы понять Почему это произойдет При пришествии Белого царя Придется взглянуть На всю историю Человечества По-новому Включить осознанность И опровергнуть Утверждение Отца лжи Прекратить исполнять Прихоти его Об этом сегодняшние тезисы Не судите нас Пожалуйста Строго За ненаучную Форму подачи Итак Первое Научное сообщество Отрицая Бога По каждому вопросу Имеет множество Точек зрения Часто диаметрально Противоположных Наука движется По спирали Опираясь то на одни заблуждения То на другие И не приближает К нас к истине А эзотерические учения Охватывая знания Многих веков Похожи больше на грабли Отрезвляющие Желающих познать Бога Если наука и религия Не могут прийти к согласию Описывая одни и те же Процессы Не могут объяснить нам Божественный мир Значит тут и притаился Отец лжи Если человечество Тысячелетиями копит опыт А понимание Все нет и нет Значит кто-то Сознательно искажает Наше знание Редактирует И уничтожает Самые важные сведения Для этого Явно должны быть Возможности и полномочия Давайте вместе Поищем лиц У которых Возникли полномочия Которые искажают Историю И науку Всего земного шара Если в рукописных Трактатах Искать Бога Бессмысленно Так что же спрятано В древнеиндийских Ведах В иудейском Пятикнижии Во всех редакциях Ветхого Завета Библии Новом Завете И Коране Что их объединяет Их объединяет То что каждый раз Приходит Мессия Который доказывает Что Бог внутри нас Что Бог внутри человека И любить надо человечество Но построенная модель общества В которой Только деньги Делают сами деньги Может существовать Только на эксплуатации Человека человеком Что убивает любовь И убивает божественность Мессии Обличают Отца лжи Который Во все века Оказывается Господствующий класс Люди Проживают Жизнь В бешеном ритме Которые не могут Осилить без ущерба Здоровью и психики Потому что Должны зарабатывать На себя и семью И работать еще На элиты У которых увеличивается Уровень потребления Управление Геноцидом Человечества Уже переходит К искусственному Интеллекту Который готов Нормировать И минимизировать Издержки На содержание Нас Как рабочей силы Изнемогая Человечество ждет Пришествие Белого царя При котором наступит Торжество человеческого Разума И истинных ценностей Но если нет царя В каждой голове То неким править Необходимо каждому Отказаться От ложных верований И приглашать Здравомыслие На вечное царствование В свою собственную голову Вот тогда И возникнет Из здравого смысла Из здорового Общественного Мнения Престол Белого царя Второе Не сочтите за труд Прослушайте В этом тезисе Нашу краткую версию Истории Человечества На планете Земля Такую точку зрения Вы точно не встречали Версия Поможет понять Многие вопросы На Земле Возникла экосистема Пригодная Для органической жизни И жизнь Возникла в воде И достигла Определенной степени Неразумности Общение в водной среде Эволюционно Оправдано Посредством Частотного моделирования Эхолокации Так как Скорость звука В воде Достигает 1500 метров в секунду Когда органическая жизнь Вышла на сушу Оказалось, что В воздухе Скорость звука Только 330-340 метров в секунду Еще и зависит от температуры Инструмент наземной коммуникации Пришлось усовершенствовать Возникли Голосовые связки Голос и слово Допустим, что Человечество За миллионы лет Развелось До богоподобного состояния Изучило свою Экосистему Научилось Управлять Явлениями природы О чем есть Множественные упоминания И вот тут Человечество Ждал подвох Умнейшие И достойнейшие Захотели Созидать миры И посостигаться С первотворцом Умнейшему из умнейших Первым пришла в голову мысль О новой земле И новой жизни За светлый ум Его называли Люциус Кто-то мог ему помогать А кто-то мог Отговаривать Кто-то мог останавливать От эксперимента Первый конфликт Научных школ Привел К неудачному эксперименту Точно так же Как Тесла Нечаянно сжег тайку Так наши первоначалы Уронили один из спутников Земли Последствия Необратимые Умнейший Прозван Падшим Если Одна Луна Дает нам приливы И отливы То понятно Что распределенные Три спутника на орбите Давали магнитное Взаимодействие Минимум В три раза сильнее Вся вода на планете Испытывала Резонансные колебания Иного порядка Вся органическая жизнь Жила как Межклеточные насосы Гораздо более мощные Поэтому Находят скелеты Шестиметровых великанов Динозавров Океанических монстров И полукалометровые деревья Представьте Что в экосистеме Исчезло столь Значимое звено Да еще и останки Спутника Упали на землю Вся экосистема Должна перестроиться И в первую очередь Перестроить геном Органической жизни Клеточные насосы Стали на одну треть Менее мощные И цикл работы Получил простой В одну треть времени Почему же всех удивляет Что человечество Стало на одну треть Меньше ростом Вместо Допустим Десяти тысяч лет Стало жить по пять тысяч лет Сколько бы не вступали боги Как нам повествуют мифы В связи с земными женщинами Но рождались у них полубоги Я думаю Что немножко привирают Ничего другого Не родилось бы Ни у самих богов Ни в следующих смешанных парах Экосистема Раскрывала геном Приспосабливаясь К сложившимся условиям Боги Мельчали И жили в разы меньше То же самое Случилось и со вторым Спутником Какие мотивы к этому Привели Почему уронили спутник Совершенно не важно С этого момента две трети времени Органические клетки Не используют Нутренний насос Титаны Становятся Полубогами Их жизнь сокращается До тысячи лет И снова уменьшается рост Для генома органической жизни Вот такие Экологические Катастрофы Были спусковым Механизмом Для поиска резервов Адаптации Поэтому любые вариации Любые мутации Служат только доказательством Того что Изначальный замысел Совершенен Древние картинки Людей С жабрами Хвостами Рогами Плавниками Это попытка природы Найти хоть какую-то форму И сохранить жизнь Любой ценой Когда Нам находят И показывают Скелеты Перволюдей На 60-50 тысяч лет назад Это только доказательство Настойчивости Земли И природы В поддержании Нашего вида Возникая в разных Климатических И почвенных условиях Растения И животные На разных континентах Возрождались Разнообразными То же самое Должно быть Справедливо И для человеческого Облика Люди должны быть разными И никто не завозил Никакие расы Геном Приспосабливался И люди Менялись Если человечеству Захочется Экспериментировать В последующем Со спутником Луной Мы можем уронить и его Мы станем размером С хомячков И с такой же Продолжительностью жизни Тогда уж точно Не успеем за одну жизнь Получить знания Способные Восстановить Экосистему Третье Двенадцать титанов Или богов Олимпа Входившие в совет Двенадцати В древнегреческой мифологии Видимо и есть Второе поколение Ученых неудачников Олицетворяющих Силы природы Которыми Они изуродовали Экосистему Они стали Для измученного Человечества Символами двенадцати Божия Управителями стихий Обосновалась Это опальная Академия наук На Олимбасе Высочайшей вершине Острова Кипр 1952 метра Над уровнем моря Относящаяся К хребту Троодос Расположенному В части острова Контролируемой Сейчас Республикой Кипр Непосредственно Вершину В наше время Занимает Английская военная база С радарами Дальней локации Вершина Недоступна Всемирная Финансовая прачечная И офшор Это Древняя затея Экспериментаторов С острова Кипр Очевидно Что их тела Были созданы Для атмосферного давления В условиях Трех спутников Земное давление При одной луне Было для них губительно Поэтому Выжившие Нашли среды С приемлемым давлением И образовали Высокогорные Подземные миры Скорее всего Особые условия Выживания Создали себе Только ученые Остальная популяция Подверглась Стремительной деградации Но зато Постепенно Адаптировалась К новому давлению На земле Так Возникает Фактически Три цивилизации За облаками За горными версинами На поверхности земли И в глубинах земли Наверное Пробуренная 12-километровая Кольская Сверхглубокая скважина Попала в зону Комфортного давления Для подземных жителей Наше Подслушивающее устройство Было установлено Прямо в царство Аида Поэтому Нас попросили Демонтировать Зацементировать И больше так не делать Приходится Признать Что пищевые цепочки Выстроятся От слабого К сильному А это значит От землян На Олимп И в мир Аида Стоит только предположить Что людям необходимо Ежедневно Кормить армию Неспособных Работать в условиях Земного давления Шестиметровых гулливеров Которые будут жить В 10 раз дольше Любого землянина И потому Дети и внуки И правнуки землян Потратят жизнь на то Чтобы обеспечить Существование паразитов Доброволив Такое рабство Конечно никто не пойдет Титанам остается Действовать хитростью И принуждением Подкупать И запугивать Часть человечества Которое будет эксплуатировать Все остальное человечество Ростовщичество И производные Анимосистемы Как раз дают возможность Анонимно извлекать Выгоду Очень ограниченному Количеству лиц Титаны Искали способ выживания Они его нашли И придумали Глобального предиктора Чтобы питаться И иметь время На исправление ошибок Но видимо Окончательно Обленились Пресытились Отупели Переругались И скорее всего Вымерли Человечество же Разведало частично Их научные достижения Но мы их прячем От самих себя И продолжаем Проживать В уже сложившейся модели Так как Оздоровление глобального Предиктора Не готовы принять Те земляне Которые служили титаном И сами начали Паразитировать Оздоровление Приведет к исчезновению И эксплуатации Человека Человеком Планета может Прокормить 600 миллиардов человек В настоящее время Нас очень мало Видимо первопредки Почти вымерли И остались только Земные управленцы Поэтому им трудно Контролировать людей Принято решение Оставить только Роботов и обслугу Интерес представляет Инструмент Которым столько Тысячелетий Тайно поддерживали Своё жизнеописвечение Первопредки И которым Поработили Наземных Соплеменников Сегодня мы Всесторонне изучим Методы наших Поработителей И подскажем Как выйти из плена Четвертое Первые ростовщики Средиземных жителей Начали действовать Ещё до возникновения денег Оно и понятно Греческий поэт Гесиот Живший В восьмом веке До нашей эры Упоминает об этом Очевидно Что первые сделки Были плохо контролируемы Поэтому падшие боги Придумали деньги Мера веса В кусочках Который уже не зависел От самого веса А зависел от условий Продажи Деньги запущенные В обращение Как первые ссуды Приносили лихву В натуре Её уплачивали зерном Мукой и скотом Интересна сама история Возникновения денег Места их происхождения Места их производства И сроки распространения Ростовщичества В древней Греции Золотые прииски Развивались с 10 века До нашей эры В северной части Полуострова Халкидики Сейчас это Рудники Скурис Олимпия И Стротони В декабре 2022 года Совет директоров Канадской компании Элдорадо Голд Одобрил перезапуск Новых выработок В 2025 году В декабре В декабре В декабре В декабре В декабре Оседали на шерсти Шкура барана Становилась Золотого цвета Это была драга Того времени Если в древней Греции Много золота Баранов Бараних шкур То Ясон был послан богами И мог только запретить Колхиде Становиться игроком Ростовщического рынка Который уже был просчитан В процентах Для прокорма великанов О чем собственно И свидетельствует Символическая кража руна Греческие монеты Печатались уже С конца 8 века До нашей эры А Колхида Включилась в этот процесс Только 200 лет спустя Древний Рим Изначально запрещал Ростовщичество Но затем Он расширил Список богов И первую монету Напечатали С изображением Нового бога Януса В конце 3 века До нашей эры Рим уже регулярно Чеканил Круглые медные монеты В ранней истории Древнего Рима 2 и 1 века До нашей эры Ростовщичеством Занимались не римские граждане А жители Итальянских городов Мигранты Латины Занятие Ростовщичеством Вначале считалось Презренным Но самые большие Прибыли В Риме Давали именно Мигранты Их деятельность Рим завладел Многими землями Но не имел Чиновничего аппарата Для проведения Кадастров И сбора налогов Налоги в этих провинциях Сдавались на откуп Компаниям Римских Откупщиков Публиканов У нас сейчас это ФССП и мировые суды Которые вносили в казну Положенную сумму Авансом А потом Бесконтрольно Обирали население Провинции Откупные компании Занимались банковскими операциями Любой человек Мог дать деньги Откупщикам И получить с них проценты Это сеть Якобы банков Наших У которых Сейчас нет лицензии На кредитную деятельность Капиталы Откупных компаний Делились на паи Нечто вроде акций Эти паи Продавались И покупались Вот это как раз то Что делает Минфин РФ На международной бирже На римском форуме Действовала биржа Там за столами Сидели банкиры Они продавали И покупали паи Обменивали монеты Разных стран Давали ссуды История латинов Приводит В Курию Юрия И к древнейшему Из орденов Мальтийскому ордену Из трехсот заседателей Значит Первый тайный орден Находился на службе У титанов И их земных пособников Тем же самым Занимаются иезуиты Тамплиеры Госпитальеры И прочие воинствующие ЧВК Сплетенные Тайными клятвами И братствами Основной целью Которых является Бесперебойное движение Денежных средств На подконтрольной Им территории На верхушку Финансовой пирамиды Пятое Образ Вавилонской башни Это образ Единого знания Об экосистеме В условиях Изменившейся экосистемы Подавляющее большинство Человечества Утратила возможность Общения логосом То есть смыслами Осталась только речь Которая могла Скрывать смыслы Вот тут-то и появились Всякие дешифраторы Смыслов Из числа небожителей И демонов У которых якобы Дар после катастрофы Не пропал Все наместники богов На земле Жрецы и прочие Генетически более стабильные Долгожители Начали Выживать за счет Предоставления услуг Дешифрации Не считая остальных Равными себе Пример тому Ватикан У них есть Черное, белое, серое Папство Наместники богов На земле Регулярно Переизбираются Как будто бы Мы без них Не догадались Что и небесная И подземная жизнь Нуждается в энергии Нам лгут Прямо в глаза Зная, что Логос наш Подавлен И воспринимают Все человечество Только как источник сил И энергии На содержание Возвышившихся Паразитов Поскольку У белой расы Более чем у других Сохранилась возможность Восстановить логос Именно эту расу Подвергают Наибольшему уничтожению Находим графические Свидетельства о том Что в 16 веке До нашей эры То есть 18 тысяч лет назад Древнее индийское общество Уже состояло Уже было кастовым Брахманы Сохранившие способность Общаться с мыслами Возвышаются Над всем обществом И делают остальных Своими служащими Превращая их в защитников Ремесленников И уборщиков Брахманы Настаивают На том Что геном Не восстанавливается И поэтому Генетическое уродство Передается по наследству Махараджи Жили И живут В роскоши Они уже не обладают Никакими способностями Но удерживают Власть Нажитыми Преступным путем Капиталами Народ Индии В массе своей Хоронит усопших Моется Молится Пьет И испорожняется В одной и той же реке Мы живем рядом С их цивилизацией Между Европой И Индокитаем Заключен мир 7500 лет назад 7000 лет назад Приходил Будда И пояснил Губительность Расслоения общества Но его не услышали Когда наземному человечеству На какой-либо части суши По каким-либо причинам Становится не под силу Отдавать дань минотаврам Или наступает прозрение Что это Как это было в странах Социалистического лагеря То остальные территории Управляемые глобальным Предиктором Идут на вольнодумцев Войной На африканском Континенте На уровне Отложений 4500-4000 лет До нашей эры Невероятно высокая Радиация Испекшаяся При высоких температурах Камни и кости Прибавим 2000 лет От Рождества Христова И получим период В котором родились Адам и Ева То есть Через тысячу лет После заключения мира В границах Одного материка Разыгралась Ядерная война На востоке И приходилось Возрождать Человеческую популяцию Значит Войнами В Евразии И в Африке Руководят Разные минотавры Примерно Еще через тысячу лет Происходит Якобы Всемирный потоп Который на самом деле Затронул только Регион На ближнем востоке Расположенный В долине двух рек Тигра и Ефрата В зоне Плодородного Полумесяца Место существования Одной из древнейших Цивилизаций В истории человечества Это Армянское Нагорье В южной Турции И территории Сирии и Ирака Реки Продолжительностью 250 км Впадающие в Персидский залив Аравийского моря Вдруг погнали Воды обратно Ной И семья Трех его сыновей Спаслись от потопа Но они точно Не являются Родителями всего человечества Некий Господь Известил Ноя О необходимости Добровольно Покинуть земли За 120 лет до события Но и следовательно Долгожитель Контактер Ему надлежало Уведомить людей Но никто не слушал его И не покинул Приглянувшиеся Господу земли Подъем уровня воды На 40 дней Действительно Случился Пострадали территории В руслах рек И прибрежные Океанические территории Почему На Похоже Извините На взрыв плотин И захват лучших земель Намного позже Македонский назовет Территорию Междуречьем И включит В свою сатрапию Под наименованием Месопотамия Потомки Ноя После потопа Становятся Родоначальниками 12 Восточных Кочевых племен Отныне Это скотоводы Кочевники В том что народ Ноя остался без земли И заранее знал об этом Виноват точно Не природный катаклизм Фараоны Проживающие рядом И заинтересованные В землях И рабах Получили на 300 лет Еврейские племена В рабство Но Египет Как прибрежное государство Должно было смыть Вместе с фараонами И пирамидами В первую очередь А оно не пострадало Примечательно Что в Египте Не было в то время Разработанных Месторождений Серебра Монеты Не печатали Для торговли Использовали Лишь весовую Расчетную Единицу Золото Серебра И меди Она называлась Деббин И весила примерно 90 граммов Записи Восемнадцатой династии Фараонов Это 1550 И 1295 Год до нашей эры Совпадают уже Со временем Жизни Моисея И показывают Что металл фактически Не переходил из рук в руки Он служил лишь Расчетной единицей Он не был Средством обмена Он был гирькой За 300 лет Еврейского рабства Все территории Ранее принадлежавшие Евреям Были Распроданы Римлянам Застроены Римлянами Воздвигнут Вавилон Земля названа Месопотамией Это нынешний рак Так почему же Неплодородную Землю Римского Вавилона А засушливые И неплодородные Земли Палестины Нарек Господь евреям Шестое Самое время Разобраться Со злоключениями Евреев Их избранностью И миссией Гора Синай 2285 метров Как мы и предполагаем Могла быть прибежищем Одного из титанов Который тоже Не переносил Земное давление Почему он жил Отдельно От основной Олимпийской сборной Непонятно Он дает Моисею Скрижали Откровения Две легкие Но каменные плиты На которых С обеих сторон Написаны заповеди Моисей Проведя 40 дней В компании Господа Спускается к народу И видит что люди За время его отсутствия Придумали молиться Золотому тельцу На самом деле Гораздо логичнее Предположить Что объединив Все женские украшения Предложили Купить Общую корову Или быка Проявили единение И хотели новую форму Хозяйствования Моисей Разбивает в сердцах Таблички Которые Которые Трубы Народ Народ Был основательно Напуган Моисей Успокоил Что не стоит бояться Пояснил Что Бог Доказал Что он есть Чтобы народ Более не грешил Собравшие Договор Следовательно Вторая часть Договора Должна остаться Но с горы народу Ничего Господь не говорил Он прислал договор В двух экземплярах Первые две большие таблички Были исписаны С двух сторон И Моисей Не собирался более Подниматься в гору Текст десяти заповедей Можно высечь И на четвертинке Одной из пластин Значит Моисей принес Большой Закодированный Материал Для быстрой нарезки текстов На каменных плитах Явно было использовано Специальное оборудование Которого у Моисея нет Мы до сих пор не можем понять Как и чем Высеченные античные статуи Скрижали, видимо, Были написаны Чем-то подобным По талмудической традиции Разбитые скрижали Надлежало хранить В ковчеге Обломки Брали с собой В сражение Оригинальная версия Откровения Господа Имела большое значение То, что принес Моисей во второй раз Могло действительно Содержать только десять слов Подтверждающие Заключение самого договора Самое древнее значение Слово ковчег Найдено на востоке На пуническом Финикийском языке Это означает Бездомный дух Сядь мне на плечи То есть Моисею Вручили Завещание бездомного Изгнанного духа И обязали Еврейский народ Хоронить ковчег за вертка Они были Они были для этого Избраны Моисея Под диктовку Изучали изучать В самом многочисленном Из колен Израилевых Колени Иуды Благословенным Моисеем Сын Иуды Давид построил город Иерусалим Ставший центром Иудаизма А уже сын Давида Соломон Построил первый храм Для ковчега Царство Оставалось Верным поклонению Иегове Вплоть до Вавилонского плена Царь Иосия Предвидя разрушение храма Спрятал ковчег Со скрижалями Чтобы предотвратить Их осквернение Руками врагов Римский орден Разгромил Иерусалим Евреи и иудеи Оказались снова В плену На этот раз Вавилонским Но скрижали Не достались римлянам Время возвращения Двух колен Израилевых Из вавилонского рабства В оккупированной Римлянами Иерусалим Совпадает со временем Когда в Риме Появились первые монеты Ни золотые Ни серебряные Это была медная Чиканка С изображением Бога Януса Который Как помним Был двуликием Он же Демиург Иудеи Восстановили храм И продолжили Исповедовать иудаизм Но приняли в свою жизнь Все финансовые инструменты Римлян Через 500 лет Совместной жизни Римлян и иудеев Появился Иудейский проповедник Иисус Он указал На искажения Внесенные жрецами В Тору И призвал Вернуться к исходному Неискаженному Иудаизму Но его сдали Римским оккупантам И его казнили Тут же появляется Еврейское Религиозное течение Называемое Гносцизмом В нем Янус Он же Демиург Бог евреев Занимающий Среднее место Между Всеблагим Первотворцом И темным началом Сатаной Гностические верования Широко распространились Среди определенных Христианских Групп В Средиземноморье И Исследовались Примерно До второго века Пока Их не признали Ересью Так как материальное Существование Считалось Порочным Злым И оно управлялось Скрытым богом Имя которого нельзя Называть И еще Злобным меньшим божеством Связанным с Яхвы Ветхого Завета Около 1900 года назад Второй храм Был также разрушен Иудеи Имея Несколько типов Вероучений Разбрелись по миру Но римский император Константин Легализовал христианство Сделал его Официальной Государственной Религией В основе христианства Лежал Ветхий Завет Который надставили Новым Заветом Из текстов Сочиненных по-гречески В пятом веке Учение о едином боге Было еще раз Переосмыслено В среде арабских кочевников Духовный лидер Одного из племен Мохаммед Обвинил Иудеев И христиан В искажении Торы Наставил ее Кораном И появилась Новая религия Ислам Можно предположить Что Моисею Первому стало известно Что олимпийские боги Не такие уж боги И не такие уж ученые И всемогущие Каждый из них Разбирался В своей какой-то Научной нише Поэтому управлял Только определенными Природными Процессами Пред Моисеем Предстал на Синае Лучший Из учеников Первотворца Он умел все Поэтому Глупо было Продолжать верить В многобожие Когда можно Верить в единого Господа Которому подвластны Все стихии Вместо Раскаяния О нанесенном Земле вреде Господь связал Клятвы Еврейский народ И заповедовал Множество казней И бед Этому народу Если они Ослушаются его воле Когда мы Перечитываем Устрашение И лишение Нам приходит на ум Только одно сравнение Что это пишет Назначенные На период банкротства Арбитражный Управляющий И ювенальная юстиция В одном лице У евреев Отнимут дом Детей Уничтожит сады И скот Испортит еду Надругаются Над женщинами Кто это писал Кто взял Такой грех На душу Тот Кому нечего Было терять Следует особо Отметить Что толкование Учения Торы Необходимо Делать только При помощи Талмуда А Каббала Есть Религиозно-мистическое Окультное И эзотерическое Учение В талмудическом Иудаизме Которое Появилось Только в 12 веке Оно Как раз Появилось Чтобы прочитать И понять Тору И интерпретировать На четырех разных уровнях Высшее из которых Как раз и раскрывается Посредством Особенных мистических практик Из сказанного следует Что всех смыслов скрижали Обычные иудеи Не знали Знать не могли И не знают до сих пор В частности Особое внимание В Каббале Отводилось К комбинаторике И интерпретации Скрытой символики Букв и слов Прямо как у нас Игра в гербы И флаги Печати И логотипы Скрижали Скорее всего Являются одновременно Текстами и шифрами К этим текстам Изображенные Двадцатью двумя символами Каждый из которых Как считается Связан с числом Моисеем Их 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 Сосудом Для знаний Которые Сами Сами Воспользоваться не могли На их страданиях и терпениях Их организованной олимпийской сборной. И евреи тут ни при чем. Их заставили проглотить конфетку с дистанционным взрывателем, а пульт остался у Люциуса. Седьмое. То, как принцип пирамиды реализован на земле, достойно пристального рассмотрения. Основной принцип расставщичества это превращение денег в деньги, чтобы купить что угодно и где угодно. Это главное заставить принимать имеющиеся у тебя средства платежа за ценность, когда можно назначить процент вознаграждения. Попытки руководства финансового блока любой страны объяснить устанавливаемую ставку ЦБ наличием инфляции это прямая подмена причин и следствия. Инфляция именно потому и возникает, что в финансовой сфере самопроизвольно, на основе расставщичества возникает доход и вытекающая из него покупательная способность без создания чего бы то ни было полезного. Доктор Шахт, один из бывших начальников банка третьего рейха сказал. Математическая логика подсказывает, что рано или поздно все богатства мира будут принадлежать небольшому количеству расставщиков, поскольку они все время получают только выгоду, а другие несут убытки. Значит очевидно, что в долгосрочном плане все богатство будет принадлежать расставщикам, а другие будут работать только для удовлетворения их интересов. Деньги в таких масштабах служат только одной цели – удовлетворению ненасытной жажды власти. Советский Союз доказал с 1936 по 1953 год, что при бессрочном, безвозмездном владении землей гражданами и при запрете спекуляции внутри страны за 4-5 летки страна, имея только саху в качестве начального капитала, становится второй экономикой мира, несмотря на то, что государство лишилось 10% своего населения в двух мировых войнах. Советский Союз выкупил все закладные на актовые записи и прекратил дипломатические отношения с Курией Юрия. Советский человек свободен и он желанный кредитор для всего мирового сообщества. Издревле в расставщических сделках залогом служила сама личность должника, членов его семьи, затем залогом стала земля, а потом и другая вещественная собственность. Расставщические операции могут быть двух видов, в зависимости от того, кто возьмет на себя риск за возврат выданных заем средств. В первом случае может быть наказан сам заемщик, а в другом случае может пострадать даже кредитор. Советские граждане и есть пострадавшие кредиторы, потому что нам все время подсовывают при оказании любой услуги договор на кредит с уплатой морских процентов. Торговцы, имитирующие наше правительство, находятся в перманентном опасном морском путешествии. Они берут у нас суду, они берут наше судно, паспорта, они берут нас как экипаж, запасаются нашими продуктами с суши и всем необходимым и обратно должны привезти нам какой-то неведомый груз, вернуть нам корабли и вернуть экипаж, но постоянно их сопровождают психийные бедствия, какие-то штрафные санкции, не позволяющие им это сделать. Мы как кредиторы терпим убытки в размере одолженной суммы. Высокие морские проценты, которые гораздо выше обычных, разгоняют инфляцию, а наши страховки оформлены в пользу должника. На суше в Риме организовывали так называемые трапезиты, это меняльные столы, за которыми брали деньги на хранение, ввели лицевые счета вкладчиков, производили от их имени и по их поручению платежи, переводили деньги в другие города, заверяли торговые и судные сделки, играя роль своего рода нотариальных контор. Наши банки это трапезиты, поэтому Советский Союз и входящие в него республики это суша, а суверенные республики с новыми наименованиями и конституциями это только древнегреческие и римские реестры, в которые можно устанавливать трапезиты, которые настолько обнаглели, что позволяют себе признавать через нотариусов свои сделки убыточными. Во все века человечество боролось со спекуляцией, но в 1609 году парламент Англии узаконил проценты, а впоследствии король Уильям III был поставлен в такие условия, что парламент даже разрешил еврейской семье Ротшильдов учредить английский банк с правом печатать деньги. Ротшильд стал учредителем банков в Англии, Пруссии, Франции, Испании, Голландии и США. В России узаконенный максимум на процент был введен Романовыми в 1754 году. Восьмое. Человечеству известны пагубные последствия спекуляции. Неоднократно страны приходили на новый способ введения финансов, но оздоровившись экономики опять втягивались в мировую пирамиду. Почему? Лучше всех это знают иллюминаты. И Карл Марс, как их ярчайший представитель. Иллюминаты это хранители знаний Люцифера и манипуляторы научным сообществом. Не ждите, что из Академии наук или высших экономических школ будет литься свет знаний. Нет. Максимум повесят над головой лампочку Ильича или ослепят глаза прожектором очередной перестройки. Нам осталось только обсудить производственные силы, мобилизационный ресурс, то есть трудящихся людей, которых необходимо удерживать в статусе управляемых рабов. Для этого придуманы политические партии, которые борются и за права трудящихся, и за права работодателей, за либеральные ценности, за консервативные скрепы, за мир во всем мире, за равноправие наций, за экологию. Но на самом деле просто борются между собой за доминирование на территории и слияние с властью. Любой закон, любое слово, произнесенное с высоких трибун, имеет четыре уровня смыслов. Поэтому и сказано, по делам их узнаете, кто они. Ватикан, таинственный Афон, величественный Тибет, призрачная Шамбала. Если бы хотели быть на стороне человечества, им бы ничто не могло помешать. Так и рабочий интернационал, провозглашенный Марксом Коминтерт, учрежденный Лениным, Международная организация труда из США и Международное бюро труда, действующее уже при ООН, всегда уверяют нас, что призваны содействовать установлению общего и прочного мира на основе социальной справедливости путем улучшения условий труда, регламентации рабочего времени, борьбы с безработицей, защиты трудящихся от профессиональных заболеваний и несчастных случаев, обеспечения прав детей и женщин, равной оплаты труда, социальных гарантий, профессионального обучения. Нет. К сожалению, это не так. Великий труд Карла Макса показал, что все религиозные учения можно заменить на более простой современный научный труд капитал, так как повествование описывает четыре фазы экономического цикла в пирамиде. Пик, спад, депрессия, подъем. Об этом же говорит и Каббала, когда учит, как правильно читать Тору, чтобы извлечь нужные советы на нужной стадии. Карл Маркс имел неосторожность записать учения Торы без кодирования и описал все стадии подробно. За это ему, конечно, большое земное спасибо. Круговорота лжи в природе и народе, колесо сансары. Вот это все описано в Капитале. Но чтобы люди находились в повседневных заботах и неуклонно выполняли сценарии глобалистов, нужны какие-то жертвенные козлы, нужны бафометы-провокаторы, которые никогда не погибнут сами, но приведут на бойню всех следующих за ними. Это партии, которые встраиваются в местное самоуправление и с самого низа подминают власть, делая невозможным участие в общественной жизни без участия в их партии, без исполнения их уставов. А сама партия всегда будет идти только в одном направлении, к захвату власти. Советский Союз красочный пример. КПСС убило наше правовое поле. Любая партия продаст свой народ, потому что она возникает только как регулятор между глобальным владельцем и рабами. Она управляет массами трудящихся на территориях при помощи революционных настроений и противоборствует народному правительству. Иногда достаточно одной партии, иногда требуется несколько. Можно добавить в список радикальные и националистические, фашистующие партии. Все они появлялись в той или иной форме множество раз. И нам просто не удавалось в отсутствие искусственного интеллекта за одну человеческую жизнь проанализировать такой объем информации. Так много людей осознали, что во время Советского Союза наш народ знал что-то сокровенное. Мы делали что-то большое. На нас были направлены взгляды всего мира. И все чего-то ждали. И сейчас ждут. Ждут прихода здравого смысла. И царствие белого царя. От нас ждут, что мы первые уберем трапезиты из своего правового поля. Мы выгоним спекулянтов. Мы прекратим вести себя как ростовщики. Мы прекратим слушать партийных пустомерь и займемся реальными человеческими ценностями. Мы спасем нашу природу. Мы спасем нашу среду обитания. На нашем коротком человеческом веку мы обязательно увидим, как остатки голодных и беспомощных тварей выползут и из-под земли, и спустятся с небес, и падут к нашим ногам, моля о пощаде. Вот тогда мы поговорим с отцом лжи лицом к лицу. Вы на пороге нового царства, царства белого царя, царства благостей и света. Заходите, люди добрые. Наши благородные рода нас заждались. Итак, вы, послушав все это, внимательно проанализируйте с ручкой-карандашом и еще раз прослушайте второй раз. Так кто же волк и где ягненок? Волк, как вы видите, это банкиры, а ягненок, так называемые нации, народы, якобы так, а может быть и евреи. Надо мстить римлянам, господа евреи, а не хохлам. Это не хохлы. Хохлы – это винегрет белых народов, в том числе еврейского. Поэтому молодежь вперед. Борис, в конце концов, кого описал в басне великий русский писатель Иван Андреевич Крылов. И кто в этом виноват? Поэтому сегодня в стратегическом этом нашем разумном измышлении и изъявлении, значит, вы должны дойти до истины. Ну, еще раз скажу. Молодежь, вам спасибо. Вступайте в нашу организацию. На ваших крыльях мы больше вам раскроем тайн мироздания и мира летописи сегодняшние. Не все. Исторы надо слушать и смотреть. Надо иногда из летописей развития народов. Удачи вам, разумности, благоразумности, свободы, чести, достоинства, справедливости. Победа будет за нами.